На территории Европы какие два разные вида зайцев родятся? Белые русские. Могу называть это белигий русский. Белигий русский, совершенно верно. Но этого вы можете не знать, так что дают угодно. Русский более мощный зайц, более сильный, более могучий, там, я не знаю, больше скоростью бега обладает, так, более успешно конкурировать за пищевые ресурсы, то есть такой могучий зайц. И есть белигий, значит, более мелкий, меньше скорость бега и тому подобное. Вот дело в том, что если вы карту Европы себе представите и мысленно приведете границу где-то примерно от Познания и Кракова, в Польше, да, ну, там рядом с южным берегом Балтики, и вот так по диагональке к самому южному уровню, то вы получите границу, севернее и восточнее которой живут только белигий русаков, там нет, а южнее и западнее русаки. По самой широкой вот этой диагональной границе встречаются и те, и другие. Москва, допустим, как раз в этом коридоре, в районе Подмосковья, можно встретить тебельков и русаков. Вопрос. Почему, собственно, русаки, как более мощные зайцы, не проходят дальше, до Урала, ну, и во всей Сибири, там, и так далее? Они менее приспособлены. Менее приспособлены. Почему? Более холодной. Совершенно одинаково тюрьмы приспособлены. Но они не умеют маскироваться против... Беляг, он же использует снег, как маскированный. Так, скажите, пожалуйста, а в Польше снежной зимы не бывает? Бывает. Она не настолько снежная. Я награду получила. Простите, если она не настолько снежная, то снег зеленого цвета. Или коричневого цвета. Хорошо, она не настолько снежная, чем это мешает русаку. Точнее, извиняюсь. Может, какой-то другой... Потому что он не сливает пленять, она чинковая. Они просто не умеют пленять на другой цвет. У них нет этого механизма. Русак остается... Кстати, очень интересно, чтобы у гуссы... На славянских языках. Не серый зайчик. Бусы, да. Да. Трусишка, зайка, синенький. Это очень... Зайцы никакие не серые, а не бусы. Но трусак как раз... На самом деле бусак, а не русак. Ладно, не важно. Вот он, вот такой цвет. Серопольского. Как мы видим, в Польше, в Чехии, в Австрии, это им не мешает жить. Хотя там есть зима со снегом. А придурай не мешает. Просто дольше зима придурай, чем... Дольше зима, ну что это за... В Чехии, там просто белый снег, там очень мало поднимет. Там более теплый климат. И они не всегда полиняют. Более теплый климат. Тепло само по себе здесь не очень многое, знаете. Это просто не всегда полиняется. Ну хорошо, в Белоруссии не так, как в Чехии. Продолжительность зимы от продолжительности зимы в Подмосковье существенно не отличается. А русаков там существенно больше, чем в Львове. С определенным видом хищников? Нет, ребята. Вы когда говорили о снеге, почти попали. Только дело не в маскировке под снег, под свет снега. А дело в глубине снежного покрова. За короткий снежный период, глубокий снежный покров просто не формируется. Да, конечно. А дальше. Берем мощного скоростного зайца. На каждом прыжке, с какой силой его задние лапы толкаются... Конечно. Он же прорывает поверхность снега. И на каждом прыжке рушится до земли. Понятно? Да. Белер. С такой скоростью не бегает. Клоп у него значительно короче. Но зато на зиму на каждой стопе вырастает очень жесткая шерсть. Вот так, ершом торчащая в сторону. В результате, какая площадь опоры у этого лапы? Намного больше. Этот зайц в снегоскупах. Толчок не очень сильный. А площадь опоры резко увеличена. Будет ли беляк проваливать? Не проваливать. Не проваливать. Поэтому для Русака глубина снежного покрова является лимитирующим фактором. А для беляка? Нет. Нет. Вот этим и определяется граница вселения. Почему белякам туда не пройти? Отлично. Хороший вопрос. А почему беляк в Европу не проходит? Потому что конкуренции не упросят. А потому что конкуренция со стороны Русака не дает. На самом деле никаких пограничных столбов нет. Бывают более снежные зимы. Ну вообще, бывает на свете более, а бывает менее снежные. Да. Ну и в зависимости от этого граница расселения беляка и Русака проходят строго по одной линии или коллега? Нет. Они же коллегаются. Вот так примерно устроена граница ареала. Граница ареала каждого вида. Вот почему каждый вид животных, растений, грибов на определенной территории. Все эти границы очерчены лимитирующим фактором. Надо просто понять, какой лимит не пускают на, допустим, дальнейшие территории.